Они заперли зомби здесь для гладиаторского спорта! О, ты один из идиотов! А я хочу драться! Отлично! Твой первый бой! Просто разогреться! Ох ты, ё-моё! Нафиг я в это согласился, блин! О, мой друг, ты смотри, сколько у нас выживших! Ха-ха! Приветствую тебя, мой друг! Ты на канале Генераля! Меня зовут Виталя, это снова Dead Age 2, что можно перевести как «мертвичиный век». Что ж, продолжаем. В прошлой серии мы благополучно очистили лагерь, захваченный злобными-злобными зомби. Нас чуть-чуть там не убили, но всё нормально. Мы благополучно это прошли, заработали кучу денег на всевозможных квестах. Всё у нас отлично и прекрасно. А сейчас нам предстоит войти на базу, войти в лагерь контрабандистов и выполнить там огромное количество разнообразнейших квестов. О, новое лицо! Добро пожаловать на капатабандистский пост в Forest Grave! Оставьте ваше оружие у нас! А мы здесь не доверяем незнакомцам. Окей, будем разоружаться и входить туда. Что, реально будут оружие сдавать, да? Ааа, какая-то Иса. Эй, позволь мне дать тебе совет. А повсюду жулики, держись за меня! Это место уже кишит зомби, и есть сообщение о борде в этом районе. Держи палец на спусковом крючке. В смысле на спусковом крючке? Только что сказали, оружие надо сдать. Ты кто? А меня зовут Иса, я местный луч солнца. И, наверное, единственный человек здесь, который не пахнет виски. Здесь только духи. А я не знал, что это все еще что-то значит. А все дело в правильных связях, милый. Тебе действительно нужно следить за собой здесь. Люди здесь разорвут тебя на часть. Если ты начнешь наивничать, не будь слишком милым. А это что я выбираю? Стивен, Иса? Это с кем пойти? Или что? Подожди-ка. А, может быть, спросить про Стивена можно у нее? Давай-ка. А, точно. А я ищу парня по имени Стивен. Ты его знаешь? А, кажется, я видел здесь кого-то вроде этого. А, продолжал знакомиться со всеми. Симпатичный. А, думаю, он нашивался вокруг Киры. Ты должен спросить ее. Есть одна маленькая загвоздка. Следа предателя поговорить с Кирой. Улов. Какой улов? Откуда я знаю, какой улов? Какой улов? А, ты не понравишься лидеру, если не сделаешь себе имя. А, ты можешь сделать какую подработку для контрабандистов здесь в столовой? Или ты можешь пойти сражаться в арену? А, короче, ясно. То же самое, видимо, нам предстоит, что и в восточном городе свободы. Какие-то квесты выполнять, поднимать репутацию и так далее. А, кто ты и что здесь делаешь? А, я с контрабандистами. Но я пытаюсь стать фрилансером, заработать немного денег в столовой, немного торговать. А, арена? А, из-под какого камня ты вылез? А, ты никогда не слышал о нашей арене? У нас есть одна здесь в Форест Грейв и одна в штабе. А наш лидер Кира обязательно проведет для тебя встречу, если ты выиграешь арену. Но не думаю, что это легко. И я бы не пошла одна. Это было бы самоубийством. Они заперли зомби здесь для гладиаторского спорта. Но это еще не все. Они даже захватили падальщиков и даже несколько контрабандистов, сразавшихся там. И в отличие от военных и независимых, у нас нет обученных врачей. Так что, если вы там ранены, вы сами по себе. У меня еще есть кое-какие дела. А, где твой лагерь? Я из лагеря Джека. Ах, я слышал о них. Две отмычки нам дала. Отлично. А ну теперь ты здесь. И у меня есть для тебя подарок. О! Мой друг, там кирку дали! Это означает, мы можем пойти пещеру вскрыть. Ты помнишь о ней, да, из прошлой серии, если смотрел. У меня для тебя есть подарок. Береги себя, никто не смотрит. Типичные контрабандные вещи можно купить у местного торговца. Эй, может я как-нибудь заскочу и навещу тебя? Звучит неплохо, увидимся. А ты краснеешь, Дженерал? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А, нам нужно квесты всякие повыполнять. Трикси, а что привело тебя сюда? А я ищу задание. Тебе что-нибудь нужно сделать? А, вообще-то да, моя подруга Сара исчезла. Ей здесь нравится. Но эти проклятые контрабандисты не совсем то, что вы называете сентиментальными. Не помогает то, что она направлялась в шахты. И никто не хочет туда идти. О, отлично, я к шахтам пойду, у нас теперь кирка есть. А, Триксера, расскажи мне больше о своей пропавшей подруге. А, Саманта, хороший солдат. Не эгоистичный, не жадный, как другие головорезы. Она действительно понимает, что значит избежать военного гнета и быть более реалистичной, чем эти идеалистически независимые. Она настоящий образец для подражания. Эти парни слишком тупы, чтобы это видеть. Но это место нуждается в ней. А что она хотела в шахтах? Она хотела патрулировать там, а затем на южную заставу. А вы должны знать, что на юго-запад можно попасть только через шахты. Там была какая-то проблема с маршрутом. А, так через шахты можно куда-то еще попасть. Наверное, реку преодолеть, да? Там уже разрушенный мост рядом с шахтами. Вероятно, в шахтах можно под рекой пройти. Наверное. А, пожалуйста, посмотри, что происходит. А мне нужно знать, что с ней все в порядке. А так же, если нет. А она хороший друг. А, так нам сюда нужно? А, блин, я думал, это в эти шахты нам. А, нет. Так, крест, куда надо. Найти подсказки местоположения Трис. Так, награда. А, как вы можете себя представить? Мы не делаем такую работу просто так. И мне нужна репутация с Кирой. А, конечно, я просто счастлива, что ты готов помочь. Слушай, я немного зарабатываю, управляю столовой. А, узнай, что случилось с Сарой. Я заплачу тебе. А так же могу прожертвовать немного металлолома. А, насчет твоего друга. А ты смог чему-нибудь научиться? А, пока нет, но у меня есть еще несколько вопросов. Так, подработка. Торговец. Продать товар на базе в западный город Свободы. Ну, как бы я туда в любом случае пойду. А, западный город. Это второй. Мы туда еще не ходили. Смотри, все квесты туда ведут. Спасите двух мирных жителей от группы армии США. Ты смотри, все армии США хотят воевать, ликвидировать солдат независимых. Нет, это мы такое выбирать не будем. Не-не-не-не. Так, давай. Отстань ты. Подожди, а как я поговорю с Тревором? А, и Тревор это торговец, наверное, вот он, да? И Стивена... Стивен с Кирой какой-то надо поговорить. Кира, наверное, главарь, да? Так, окей. Какой-то вариант еще был, мы не выбирали. А, что ты можешь рассказать мне о подработке? А, подработка отличный способ улучшить твою репутацию с фракции, если ты сможешь поднять. Ну, это мы читали, у независимых то же самое было описание, да? Что могу репутацию других фракций потерять, это понятно. Ну, давай к лидеру отправимся. А, чего ты хочешь? Репутация. Как отношения с нашим лагерем? А, не так хорошо и не так плохо. А, есть комната для улучшения. Она как-то такое говорила нам. Собственно, вот. Она и есть главарь, который... Которого мы отпускали, помнишь, в первой-второй серии на нас нападали? Как бы учебный бой был, да? Мы ее отпустили, видишь, не убили. А она, оказывается, главарик. Мы, наверное, если бы убили бы ее, в конец испортили отношения с ними. А я хотел бы знать, а знаете ли вы человека по имени Стивен? Он мой хороший друг. А у тебя хватает наглости просто врываться сюда, чтобы поговорить со мной? А ты хоть представляешь, кто я? А в старые добрые времена люди вроде тебя встали бы на колени передо мной еще до того, как осмелились говорить. Ну, что я говорю? Эти времена практически седневековые. Я из лагеря Джека. А ты нас обманула. А мы все можем умереть из-за тебя. О, ты один из идиотов! А если ты думаешь, что именно поэтому я делаю исключение, то у тебя непорядки с головой. А ты заплатил за нашу защиту? Ну, ты все равно ничего не стоишь. Возвращайся, когда действительно внесешь свой вклад. Так, достичь сочувствующей репутации с контрабандистами вернется к Кире. Ага, до тех пор она ничего не расскажет нам про Стивена. Мы его не найдем, да? А делай, что говорят взрослые. Я вознагражу тебя своим вниманием после. А, ты, наверное, шутишь. Твоего статуса недостаточно. Быть симпатизирующей контрабандистами или не к черту. А ты также захочешь сделать эту работу для нашей девочки Трикси в столовой? Я, понятия, не имею, что она хочет. Но она плачет мне в ухо. Это действительно мне действует на нервы. Понятно. Пока ничего не светит. Надо сначала из столовой выполнить квест. Так, подожди. Действительно шахты... Это в эти шахты нас отправили, да? Да, шахта, видишь, тут еще одна есть. Но мы в эти шахты по-любому пойдем. Там пещера, подземелья. А, это не шахты, это пещера. Окей. Так, давай дальше. Так, торговца там два квеста целых есть. Что я могу предложить тебе? Торговать. Давай для начала поторгуем. Так, а мне интересно, он продает патроны или нет? Он кирки продает. 40 баксов кирка стоит! Нифига себе! 10 штук у него. Правда, кухонный нож еще дороже стоит. Так, патроны есть. Для дробовика патрона нет. Это что такое? Лапша контрабандиста. Не нужна нам лапша контрабандиста. Так, у нас вроде все нормально, по идее, по воде. В любом случае, еду, воду покупать не будем. Нам нужно покупать это в городе независимых по квесту. Так, здесь цена за один патрон или за пачку патронов? Патронов. Блин, ну пока не купим, не узнаем, да? За один! Два доллара за один патрон! Ну как бы на все деньги купим 30 патронов пистолетных. Да мы их расстреляем за пару битв. Ну давай, два патрона пистолетных купим за 4 доллара. Может, какие-то пачки покупаются? Да нет, вроде как два, да. Здесь отнялось два. Так, а что я туплю? У нас здесь... Хотел в инвентарь пойти посмотреть. У нас вот инвентарь. Да, всего лишь два патрона. Фи... Ерунда. Так, что мы можем продать? Можем зуб один продать. Собственно, вернули эти 4 доллара. Так, клыки и волка продаем. Так, карманные часы. Ценные вещи могут быть проданы торговцам. Угу. Некоторые редкие предметы могут даже принести высокие награды. То есть, часы только можно продать, да? То есть, больше ничего мы сделать с ними не можем, вероятно. Ну, давай продаем 8 долларов. Так. Блин, почему мы гильзы нигде не лутаем? Нам нужны гильзы для крафта патронов. Я бы на крафт сам патронов бы, как бы, нефиг делать. Но нужны гильзы. А где их брать-то? Мы не находим на локациях гильзы. Наверное, нужно идти в какие-то другие части карты, да? Там будут гильзы. А мы тут по лесам бродим, да? По дорогам каким-то проселочным. Логично. Откуда там гильзы? Так, продавать калаш. Что мы сделаем с калашом? Наверное, продадим калаш мы. А почему здесь плюсик показывается? Это какой калаш? Нет, от первого уровня калаш. А, он, наверное, сравнивается с оружием дженерала. У него дробовик. Ну, нет, пусть дробовик у него и будет. А, блин, у нас и дробовик, уже патроны закончили. Смотри, 6 штучек нужно. Блин, да где же гильзы-то брать? Я бы накрафтил бы. Короче, да, мы без огнестрельного оружия, к сожалению. Просто тупо по припасам. Давай калаш продаем, конечно же. Зачем он нам? Это второй у нас уже есть. Так, ну и все. Смотри, 14 семян зато набрали. Нифига себе. Блин, гильзы бы набрать где-то. Частей оружия, смотри, набралось только 15. Блин, а гильзы ни хрена. Что за фигня? Так, давай по квестам теперь с тобой пройдемся. Смотри, сколько здесь разговоров. Так, броня. Ну, скорее всего, он тоже самое расскажет, что в городе вольных. Что есть тяжелое, легкое. Чем они отличаются. Мы это читали, да. Требуется репутация 70 союзников для легкой брони. Репутация 100 герой для тяжелой брони, чтобы продавали. Так, это что такое? Ну, это когда появится товар. Тот через 5 дней говорил торговец. Это то же самое говорит. У них одинаково все. Так, значит, там больше ничего интересного нет. Билл передает привет. Нет, Фернандо передает привет. Ну, давай. А меня прислал Билл из аванпоста независимых. Это торговец с того города. О, старый добрый Билл. А как он? А ему интересно, что случилось с грузом, который так и не был ему доставлен. А мой курьер больше не сможет заниматься доставками. Зомби позаботились об этом. А как раз тогда, когда ты думаешь, что цивилизация начнет восстанавливаться, ловишь себя на мысли, что все это дерьмово. В любом случае, я рад, что у тебя есть безопасная работа за этими стенами. Я сделаю доставку на его месте. О, хорошо. Если Билл послал тебя, мы назовем это упражнением на доверие. А вот груз. Если ты сможешь доставить ему это целым и невредимым, приходи ко мне еще раз. А ты бы мне пригодился. Задание обновлено. Транспортировать товар на заставу независимых. А мы туда в любом случае пойдем. У нас денежки есть. Мы можем там закупиться. А нам нужно закупиться. Контрабанда. Я должен был догадаться. Блин, что-то я не понимаю. Какая контрабанда? У них тут вообще-то этот постапокалиптический мир. Какая контрабанда? У них тут нет правительства таможни. Контрабанда есть, когда есть какой-то запрет на продажу каких-то товаров или перевозку их, распространение. Какая контрабанда, может быть, что-то я не понимаю. Какой товар у них здесь под запретом? И кто этот запрет поставил? У них же нет центральной власти. Фернандо передает привет. Это угрожать ему надо будет сейчас. Фернандо послал меня забрать долг. Он сказал, что ты все еще должен ему. О, значит Фернандо все еще жив. Да? А может он и застранец, но он знает, как выжить. А я даже не знаю. Что хуже, эти зомби или мексиканские негодяи? К сожалению, благодаря апокалипсису нам так и не удалось закончить стену. Я думаю, что расизм немного устарел, учитывая мир, в котором мы живем сейчас. Не так ли? Где деньги? О, один из этих демократов, как я боялся. Голосовали за Джозефа из независимых, не так ли? Я был рад здесь с контрабандистами. Мы не стесняемся с этой чепухой. Давай просто перейдем к делу и отдадим деньги, хорошо? А, да, да. Посмотри на мою карту. Видишь вон ту пещеру? Эээ... Вот эту? Нет, такое ощущение на эту пещеру пока. Какую пещеру? А я похоронил там часть прибыли от нашей сделки. Надеюсь, Фернандо подавится. Веселого собирания. А, приятно иметь с вами дело. Нет, это единственная причина, по которой я рассказал тебе об этом. Я всегда готов заключить сделку. Найти деньги в пещере. Ты смотри, в пещеру настолкают и снова в город вольных. Назначение. У тебя есть для меня какая-нибудь работа? Мне нужно поднять свою репутацию. А я тебя не знаю. Возвращайся после того, как поговоришь с моими партнерами. А кто ваши партнеры? Это тебе предстоит выяснить. Но я могу сказать тебе, что ты не найдешь их с контрабандистами. У хорошего торговца есть контакты повсюду. Как-то мутно. Какая-то мутная тема. Так. Арена. Ну давай просто взглянем на нее. Я сомневаюсь, что... Прям меня вытолкуют туда и отправят. Эй, мужик! Арена. А я слышал, у тебя есть арена. Где я могу заработать немного денег, так? А, поздравляю! У тебя глаза в голове. Кольцо и стойки позади тебя не просто декоративные. Это настоящая арена. Полная крови, пота и слез. Ты платишь в долларах. Если ты выиграешь бой, то ты удвоишь награду. Ночь до смерти. Ты понимаешь, худшее, что должно случиться, это то, что тебя избивают в бессознательном состоянии. Ты можешь только потерять свои деньги. В конце концов, мы хотим, чтобы ты смог сделать ставку и снова проиграть. То есть, я не погибну на арене, да? Просто деньги потеряю. Первый бой рекомендован уровень 2. А у нас уровень уже, наверное, 4. Правило. А, ты платишь долго, рах! Если ты выигрываешь бой, то ты удвоишь награду. Так, ну это мы же читали. Первый бой рекомендован уровень 2. В принципе, у него полная хп-шка. Блин, но у него нет патронов. Там 4 или сколько-то, или 6 патронов. Давай попробуем, ладно. Мы как бы, сколько там ставить надо? А я хочу драться. Отлично! Твой первый бой. Просто разогреться. А ты же новичок, в конце концов. Твоими противниками будут 4... 4 головореза? Или мы втроем будем сражаться? Я не понял. Из одного из лагерей падальщиков. Они здесь добровольно. Это их шанс сражаться за свободу. Они не самая яркая группа, поэтому мы ожидаем, что они будут развлекать нас еще некоторое время. Первый бой обойдется вам в 25 долларов. У вас есть собранная группа? Блин, а это группой надо, да? А у них патронов-то нет. В принципе, четверо головорезов. У нас троих. Блин. Должны, наверное? Я не знаю. Блин, патроны, если бы у нас были, вообще без вопросов. А так... Ну, я два пистолетных патрона купил, ладно. Давай. Поучаствуем. Рискнем. Арена. Ой, блин, что-то они какие-то крутые. Наверное, зря я сюда пришел. Добро пожаловать в арену. На соревнования вышел новый лагерь. Делайте ставки на храброго чемпиона лагеря Джека Джемерала. А в другом углу эти мерзкие негодяи, которых мы так любим. Хе-хе, падальщики. Ты смотри, какой музончик. Ты смотри, какой музончик пошел. Так, 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 так. А что у них там? Блин, они дальники. А, нет, эти ближники без оружия, да? Это вообще зомби, по-моему. А, да, охотница за добычей. Так это зомби, подожди, кто это? Падальщик. Палач. Пехота. А кто такие падальщики? Это какие-то совсем уже одичавшие, выжившие, да? Хе-хе-хе. Ой, у них жизни по 160! О, это будет легкая прогулка. Мой друг, у нас по 400 жизней-то. Хе-хе-хе. Даже у тех, у кого просажена жизнь наполовинку, все равно больше, чем даже у самого жирного из них. Ха-ха-ха. Я думаю, все у нас получится. Так, Дженерал, давай. Давай, естественно. Естественно, пирожок. Пирожок, вперед! Ах-ха-ха. Ну, блин, пирожок, надо было на этого напасть и свалить его. Я думал, ты так и сделаешь. Блин, ну, когда гавкает, когда... Нормально так будет. Так, инженер. Недостаточно патронов. А что, коктейль Молотова тратит что-то? Или он просто запрещен здесь на арене, я не понимаю. Недостаточно патронов. Ты видишь, что тут пишет? Хе-хе-хе. Окей, патроны на него нужны. Достаточно патронов. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Какие-то патроны нужны на коктейль Молотова. Так, а вот это уже проблемка, да? Хе-хе-хе. Интересно. Так, эээ... Я не думаю, что они смогут ее уделать с ее 300 жизнями. Мы можем еще хитрее сделать. Мы можем вот так уйти в оборону. Попробуйте, попытайтесь пробить нас. Так, Фернандо. Ну, давай ты. Так, издурительный, я так понимаю, он один патрон потратит, но это будет сильнее атака. И если назад собьет, то он собьет и заднего. Нет, поцарапал этого. Так, какая-то подготовка к какой-то дальней атаке. Ох ты, е-мое. Ох ты, е-мое. Ничего они хреначат. Вот это да. Мы их, кстати, даже не прокоцываем толку. 30-30. Ха-ха-ха-ха. Вот побьют. Мы потеряли 25 долларов. Ха-ха-ха-ха. И, кстати, еще интересно. А у них... Как? У нас еще время останется, кстати? Или, наверное, ночь настанет. У нас побьют, да, до нуля снизят наши хп-шки. Потом мы ночью, наверное, появимся с как бы с восстановленной хп-шкой и будем тут ночью сидеть еще, пережидать. Блин, я бы... Ха-ха-ха, нафиг я это вбязался. Нафиг я в это согласился, блин. Ну нафиг, а? Оооо, да мы их не пробиваем толком даже. У них броня сильная. Вот в чем дело. Вот в чем проблема. Да, Джернал тоже не может коктейль бросить. Блин, какие ресурсы на него надо? Че? Какие патроны? Какие-то материалы, наверное, нужны. А у нас куча материалов и всего. Я че-то не понял. Ну да, бог с ним, ладно. Так, всему ряду, да? Пожалуй, нет. Давай мы по одному их выбивать уже. Так, подожди-ка. У нас еще один пистолетный остался, патрон, да. С пистолетного лучше этого укатаем. Пернадо укатай. Так, давай этого дробовика. Давай, добивай этого. Блин, пистолет мощнее дробовику, увы, всего остального. Ты видел, он снимает по 60 постоянно. К сожалению, все. Блин, я ж надеялся, что коктейлями их позакидаю. Я понимал, что что тут играть-то с ними? Что тут воевать-то с ними? Вот тена. Вот тена. Ну, в принципе, мы сравняли шансы. В принципе, их жизни-то немного. Главное сейчас выдержать их атаки, да? Не отлететь. Давай в оборону для этого лучше входить. Так, слабо повредил. Слабо. Ну, они отравили нас, да? Блин, собачка, ну почему ты не прыгаешь на них? Только на зомби можешь прыгать. Не, нормально, мы жизнь потеряем какого-то количества, да, но вроде-то должны. Так. Давай этого уже добивать. У него меньше. Не, нормально, мы расправились. Я рано паниковал. Надо было без паники. Все нормально. Так, а потом Фернандо выдвинется, его так замочит, да? В принципе, можно Дженнералу выдвинуться уже. Сколько у него осталось патронов-то? Три. Не, ну, не, наверное, все-таки лучше. Блин, мало снял. Так, давай вперед. Давай этого добивай. Эй! А, нет, убился, блин. Я думал, выжил, нифига себе. Да, они сильно нас потравили. Ну, видишь, у них есть это возможно... Блин, вот пирожок. Ну, раньше надо было так действовать. Мы уже давно их победили. Смотри, генералу сбили половину. Ну, видишь, они какие-то дальние атаки применяют, типа нашего коктейля молотого, только отравляющие, да? У нас такие же есть, только воспламеняющие. Но почему-то они недоступны. Так, Сара, давай. Собственно, тут осталось только добить. Так, а эту не могу или могу? Нет, не могу. И вот сначала этого, лежачего. Как бы лежачего не бьют, но это не в нашем случае. В нашем случае тут беззаконие. Лежачих бьют, всех бьют. Ну, блин, даже не добил. А, чё пирожок назад задвинулся? А, в переднем ряду только трое могут максимум быть, да? Понятно. В принципе, не сильно они от сравнения страдают. Ой, отлично. Пирожка атаковала, не нас. Ну, всё, добиваем. Тут уже тупо добить. Хе-хе. Зато мы, кстати, 25 баксов заработали, да? Нифига себе, как бы на дороге не валяются, ни хрена себе. 25 баксов. Это много. 10 бутылок воды сможем купить. Даже больше. Да, блин, как долго от тебя-то бить-то приходится. Ну, у него броня 30, да. У нас броня, он 6, 7. Банка соды. Ну, это лечилка. Очки здоровья 5%, телосложение 5. А, ну, это повышение дополнительно от неё. Так, 4 материала, 5 патронов для дробовиков. Ну, в принципе, меньше, по-моему, потратили патронов. А, падальщики снова едят грязь! Победитель логер Джека! Хе-хе-хе. Пока, пирожок. Пирожок остался на арене. Он чемпион арены. Бедный парень какой-то там. Скудный парень. Неудачник. Так. А если снова на арену там какой бой будет? Эй, мужик! Второй бой. Рекомендуется уровень 3. А, понятно. Будет каждый раз всё сложнее и сложнее. Не-не-не-не-не. Мы это еле этот бой вкатали, собственно. Хе-хе-хе. Довольно сильно битые мы. Так, а что нам ещё здесь нужно сделать? По-моему, всё, да? Господи. А, смотри. Выиграть 4 боя, чтобы стать чемпионом арены нужно. О-о-о. Нет, это надо как минимум сюда приходить с патронами. Чё мы пришли без патронов тут, блин? Эти деньги в пещере. Так, транспортировать туда. Чувствующие. Та-та-та. Та-та-та. Понятно всё. Мы здесь всё выполнили. У торговца нам там покупать нечего. Всех посетили. Что ж, отправляемся отсюда дальше. У нас осталось ещё 3 часа. Хо-хо-хо-хо-хо. 112 денег у нас. Обалдеть. А, вот квест. Да-да-да. Найти деньги в пещере. Блин, а мы зачистим ту пещеру или нет? Придётся в рукопашную идти. Блин. Я не знаю. Это какая-то западня скорее какая-то. Я не знаю. Как-то так торговец отвечал. Типа, ну, сходи, сходи. Хе-хе-хе. Ты там найдёшь то, что ищешь. Там, наверное, какая-то засада, скорее всего, будет на нас, да? Цель нас поубивать. Ничего, никаких денег нам не давать. Мне почему-то так кажется. Пойдём ли в пещеру подземелья? Блин, ну, давай лучше сходим в пещеру подземелья. Что-то мне сюда не горит с желанием вообще и как-то идти. Блин, или на колбаску зайти. Нет, давай, наверное, сходим в пещеру. Распределено от воды 3. Минус 3 воды. Одна вода у нас осталась. Ой, ты блин. А, ну, в принципе, мы вернёмся на базу. Кстати, я так понимаю, полчаса, вероятно, на каждый переход тратится, да, между локациями. Мы вернёмся на базу и ночью сад будем юзать. Там нужна как раз, по-моему, одна бутылка воды. У нас как раз она есть, слава богу. И... А, в пещере, если что, есть вода, если мы сможем её очистить. Мы там сад сможем запустить. Там 8-9 воды даётся за это. Так, вы находите разрушенный вход в пещеру. Вам понадобится кирка, чтобы расчистить завалы. Расчищаем. А у вас нет лопаты, чтобы выкопать вход. Такая-то мы расчистили, да, как бы? Час 30 нам осталось, да? Раз, два, три. Мы до сюда сможем дойти. Ну, тут как бы, я так понимаю, вот так можно вернуться на базу. А, нет, это мы просто смотрим базу. Подожди, как-то я это... А, вот, вернутся на базу ТАП. Ну, подожди-ка, сначала я хочу... Посмотреть, как там изменилось описание. Блин, кого-то встретили. Ой-ой-ой. А, нет, нормально, это поторговать нужно. А, ты сталкиваешься со многими контрабандистами-солдатами. Нападение будет рискованным. А, приветствую, ваше присутствие допустимо с помощью контрабандиста. И говорите, что, если вам есть что-то сказать. А, попросите пожертвования информации об этом районе. А, давай попробуем информацию об этом районе. Что нужно? Выживание тоже навык, да? Для того, чтобы успешно было. Давай, дженерал, ты у нас в прошлый раз линюшку завалил. Давай, может, это приведет нам. А, бонус к успеху от пятого ранга франкции 20%. Что это? А, мне жаль, мы не очень-то хорошо знаем этот район. То есть он не сказал ничего, да? А, нам понадобится кирка, чтобы расчистить завалы. А, у меня по-прежнему кирка есть, она не сломалась. Все, я понял, дальше там нужна лопата. Ой, какая таинственная пещера загадочная, да? Сколько всего нужно? Ну, лопата, кстати, у торговца я не видел, чтобы продавалась. Да, кирка у нас как бы есть. С этим все в порядке. Так, давай вернемся на базу. Это завершит текущий день. Да, если бы даже мы пешком туда пришли. А, кстати, у нас осталось полчаса все ходить. Все равно день бы завершился. Мы в прошлый раз пешком приходили на базу. Я думал, там еще у нас 3 или 4 часа оставалось, что мы что-то покрафтим на базе, как бы в остаток дня. Но нет, в любом случае, как бы, если мы вышли в рейды, то все. Мы только можем вечером вернуться, даже если мы выйдем и зайдем обратно, я так понимаю. Ночь 5. Так что-то игра как-то подлагивает. ФПС просел. Наконец-то вернулись. Хм, ты заметил, а дама не сказала ни слова за всю дорогу сюда. Ой-ой-ой, что-то игра вообще, это самое, перезатим, наверное, в нее. А, ты ублюдок. А, ты бакрал трупы его покойного мужа. Я больше никогда не буду с тобой разговаривать. О, все-таки смотри, ты имела последствия, да? То, что мы обыскивали ее труп. Ну, не ее труп, а труп ее друга. А, мы же не воры, просто делаем то, что нужно, чтобы выжить. Она успокоится, дадим ей несколько дней. А, Дженерал, а когда ваши выжившие набираются опыта, не забывайте тренировать их таланты. Это позволит вам овладеть новыми боевыми навыками и увеличить рабочие места, чтобы открыть для себя новые, такие как охотник или экипировщик, только если вы будете продолжать совершенствовать своих людей, а вы сможете справиться с трудностями, которые ждут на вас впереди. Так, я предлагаю... Ох, 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 она лагает. Предлагаю вот так сделать. Что-то игра подлагает. Ну, это ранний доступ, да, как бы, да? Она еще не отлажена, не оптимизирована до конца, да? Так, теперь не лагает. О, теперь все четенько. Теперь все четенько, да, работает. Помогает. Просто выход в главное меню. Что ж, у нас есть навыки. Так, а почему ты опять есть хочешь? А, смотри, она расстроилась, действительно. То есть не есть, пить. Блин, они последнюю бутылку воды выпили! А-а-а! Я не смогу сад запустить, блин! Джедерл выпил. Сволочь, ты выпил последнюю бутылку воды. Так, подавленный. Подавленный персонаж откажется от общения на два дня и не будет выполнять никаких заданий. А, мы в любой случай ею бы не смогли сад наш запустить, потому что, ну, именно ей как бы надо запускать. У нее биология-то больше всех. Как бы Фернандо еще может. Там плюс еще и внимательность повышает ранг. Садовника, по-моему. А, нет, страж-разведчик, страж-разведчик, взлом замков, страж. А подожди, какие-то я качал, там тоже были. Афиг его знает. Какие-то я, по-моему, вкачивал, там тоже было. Не знаю, не важно. А мы в любом случае сад сейчас не сможем запустить, потому что там нужна бутылка воды, насколько я помню, чтобы запустить его. Да, вот, недостаточные ресурсы. Видишь, одна бутылка воды нам нужна была бы. И все, мы 8-9 бутылок воды получили бы за ночь за эту. Блин. Ой, блин. Они, кстати, хп-шку начнут терять с утра, да? Уже потеряют, да, часть. Так, а почему они не в группе у нас? Почему не в группе? А человек не может быть добавлен. А это потому, что она подавлена. Нифига себе! Как боком навышло, что обыскали труп ее друга. Блин. Ну, это было по логике понятно, но... Не очевидно. Как не очевидно? Я об этом говорил, что как бы, блин, она не обиделась. Но я не думал, что в этой игре могут обижаться они друг на друга. Да, Фернадо Виш можем снять, добавить, а ее не можем в группу добавить. Хе-хе-хе-хе. О, блин! Целых два дня. А сегодняшний день засчитывается или как? Ой, да заспамили вы меня этим. Не может быть добавлен. Да, я понял. Не может быть добавлен. Так, у Дженерала уровень. Давай охотника качать. Я хочу тигра. Тигр просто будет жесть, сколько там отнимать у них, как он будет их полосовать. Давай. Все, будем сюда вбрасывать. Три нераспределенных. Можно сюда в Инженера бросить. Кстати, можно в Выжившего бросить. Хотя бы еще одиничку. А то у нас многие срабатывают ивенты. Например, охота на оленя и торговля с какими-то встреченными торговцами. Там узнать о новых локациях и так далее. Там нужно Выживший. Или кому-то другому Выжившего вкачать. Может быть, Фернадо лучше Выжившего вкачать. Вообще, всем надо вкачать охотника, на самом деле. Хотя бы до собаки всем остальным вкачать. Это будет очень дешево стоить. Я уже об этом говорил. И мы будем так делать. Три очка, три очка, три очка. Так, что увеличит вторая прокачка? Увеличивает ранг работы охотик. Автоматически увеличивает собранную еду и полученный опыт. Повышает ранг работы кузнеца. Увеличивает вероятность успеха во время событий выживания. Как раз ивенты, про которые я говорил, да? Ну, пожалуй, нет, наверное. Здесь очень много нужно очков до тигра качаться. Наверное, я буду качать его до тигра. Наверное, да. Так, получено достижение адепт охоты. Тебе адепт охоты. Так, а кто-то может... А, кто-то может другой, да, и может. У нас воды нет, я забыл. А, блин, деньги есть. Блин, воды нет. Еда минус три будет, да, с утра. Или Сара, возможно, не будет кушать, потому что она не в составе группы. Я не знаю, я думаю, что нам тут делать. А что, мы ничего сделать не можем. Кузница. Нам нужны гильзы. Даже на самые простые, самые элементарные патроны. Я не знаю, где их брать, эти гильзы. Здесь их крафтить нельзя, гильзы. Здесь оружие всевозможное. Кстати, можем оружие крафтить. И продавать, да. Так, сабли уже не можем. Тут какие-то более крутые нужны запчасти. Военное оружие. Металлолом. А здесь нужны старые запчасти. У нас только старые запчасти. Могу дробовик скрафтить. Ну, можно, в принципе, скрафтить и продать. Но, а сколько он там будет стоить? А, кстати, смотри-ка, левела второго он крафтанет. Ну, это, вероятно, там 12, я не знаю, долларов будет стоить на продажу. А смотри, сколько мы потратим. Просто тупо половину материалов. Не знаю, это, по-моему, невыгодно. Да, только первого уровня можем оружие крафтить. Причем все можем покрафтить. А, ну, с другой стороны, смотри, мы можем крафтануть, как бы, тот же пистолет второго уровня. У Фернадо-то первого уровня. А мы второго можем крафтануть. Он будет мощнее. Но! У нас нет патронов. Толку что мы его крафтанем. Да, увеличим. Огневую мощь. А, подожди-ка, у нас квест был там какие-то эти, что-то скрафтить брюки, да? Тканевые брюки. А, у нас еще не хватает, смотри-ка. Тканевые одежды. У нас 4, нужно 6. Мы не можем это крафтануть. Можем бейсболку, но... У нас квест на тканевые брюки именно. Вообще-то, как бы, их одеть было бы неплохо. У них броня была бы побольше. Ты видел, на арене падальщики были, блин, у них какая броня была. Охрен, пробивали их. А, они нас очень хорошо пробивали. Блин, жизнь уже целая, да? Кстати, можно было бы пойти, если бы Сара была в нашем составе на квест. А, вот этот вот. Попробовать. Хотя, блин, без патронов, наверное, туда идти, опять же, бессмысленно. Блин, все упирается в эти гребаные патроны. Ладно. Нечего тут разглядывать. Мы ничего все равно сделать не можем. Так, поговорить можем с кем-то? Давай день уже завершать. Еще тут разглядывать то, что мы не можем сделать. Так, отправимся на следующий день у форпоста независимых ресурсов покупать. Радиостанция, кстати, радиостанция. А, подожди, я не могу заказать, чтобы мне воду принесли. Там что-то как-то писали. Типа разведчики могут приносить тебе ресурсы. Разведчик первого ранга может найти две конкретных ресурсы. Кроме того, будет открыта одна новая локация. Так, ну это дженералом. А Фернандо, если свяжется, у него же там повышенный навык что-то там по разведчикам. Ну, как бы то же самое. Сара не может связаться. А, потому что она у нас обиженная. Она вообще ничего не может делать. Ни в группу вступить, ни крафтить что-то делать. Десять баксов одна еда найдет какие-то два конкретных ресурса. Ну, вода нам нужна, конкретный ресурс. Но мы же сейчас ночью не пойдем за ней, правильно? Ну, кстати, воду тут видим. И вот здесь. Да воду мы сейчас купим на следующий день. А потом мы сможем на ферме крафтануть ее сами. Так что все это бессмысленно. А вот как приносить ресурсы с локацией, я что-то не понял. Может, здесь разведчик может найти три конкретных ресурса. Кроме того, открыть три локации. Три ресурса, одну локацию открыть. Ну, как бы то же самое все. Ну, мы даже не можем крафтать. Что-то я не понял. А как там что-то писалось? Где-то кто-то говорил, типа, могут ресурсы приносить с локаций. Где-то у нас что-то было такое. Какой-то прошлой серии. Ты, может быть, можешь помнить. А я что-то не понял, как это сделать. Кстати, подожди-ка. А медицину мы можем крафтить? А, у них ни у кого навыков нет, кроме Сары медицины, да? А, мы еще комнату даже не покрафтили. Не сделали. Ну, в принципе, можем скрафтить эту комнату, да? Медлабораторию. А, давай, наверное. А что там еще остается? Давай дженералом ее крафтанем. А, подожди. День у нас сразу завершится. А пока мы будем ее крафтить, давай-ка поставим Фернандо в оборону. Он же у нас крутой охранник. Я ему там еще прокачал. Он может у нас... Блин, туда вода нужна опять. Вот гребаная вода. Все в воду упирается. Не можем мы это сделать. Ну, тогда, дженерал, будешь крафтить ты медлабораторию. Тебе, возможно, уровень за это дадут там. Не знаю. Посмотрим с утра. Так. Да, все нормально. Да, давай. Получим возможность аптечки крафтить, если что. Ланс какой-то пришел. Или Лэнс. А, меня зовут Лэнс. Я приветствую тебя. Мы с Рыженькой только что вошли. Тесса Блок себя чувствует, и ей срочно нужен отдых. Скорее всего, она зомби-вирусом больна, и превратится у нас в зомби тут на базе. Тесса это я. А, наш лагерь был полностью разрушен. Это была катастрофа. Зомби повсюду. А, мне нужно, чтобы ты встретился со мной в баре, Дженнерал. Это срочно. В здании началась инфекция Тессы. Действительно, она инфицирована. А теперь в лагере больше выживших. Серьезно? То есть я теперь... Оооо! Мой друг. Плюс еще двое, да? Мы сможем четвером ходить на локации. Нифига себе. А теперь в лагере больше выживших. Это также означает, но больше ответственности. Ну да, мне больше еды и воды еще нужно. Тебе нужно будет построить охотничью будку, чтобы накормить всех. Ты можешь узнать больше в столовой. Блин, да я даже сад не могу запустить. Охотничья будка. Постройте охотничью будку. У нас есть, кстати, весь материал. Так, Вернадо, а ты чего не отличился до конца? Что-то я не понял. Что тебе хпшка не на максимум? А это почему? Оооо! Ооо, мой друг! Ты смотри, сколько у нас выживших! Ха-ха! Класс! Они первого уровня, да? Вот, смотри, у нее инфицированный, зараженный персонаж теряет 65% своей жизни. Ух, ни хрена себе! Каждый рассвет и сумерки и умрет через 3 дня. В смысле? Если она 65 теряет, как она через 3 дня умрет? А, но она 50 будет восполнять же, да? Если мы на базе будем. 3 дня осталось. Постельный режим все равно слегка восстанавливает, и они не могут выходить на улицу или выполнять работу. А, то есть она тоже у нас не может ничего делать. То есть, по факту, сейчас у нас есть отряд из 3, да? Для выхода наружу. Которые жаждой страдают. А, вот почему у него не восстановилась жизнь до конца. Он жаждой страдает. А дженерал не страдал, потому что он выпил последнюю бутылку в конце дня. Да, и Сара, он просела по воде. Так, подожди-ка, а ее же можно вылечить, да? Замдексом. Купить. Вот там полтинник, по-моему, стоит. Да, полтинник купим и вылечим ее, да и все. Ха-ха! Кстати, странно, что квест нам не дали на ее лечение, да? Задание. А! Подожди, там поговорить надо сначала, наверное, тогда и дадут. Так, инфекция Тессы истекает. А сколько, когда она истекает? Ну, вряд ли, когда помрет, она тогда истечет этот квест. А, нет, я ее не выбрал. Так, подожди, по охотничьей будке еще стричь, надо поговорить. А, что я должен знать об охотничьей будке? А сад дает нам много еды. Да нифига он нам не дает, воды нет, чтобы его запустить. А на только минимальное количество пищи. Этого недостаточно для более крупного населения. Для этого и нужна охотничья будка. А, разве я не могу просто охотиться в окрестностях лагеря? А, ты всегда можешь сам охотиться в лесу, чтобы обеспечить лагерь пищей. Но, в конце концов, ты можешь более эффективно управлять лагерем, когда у тебя есть охотничий лагерь, и ты можешь поручить эту работу выжившим. Поговорили. Так. А Тесса была укушена во время атаки Орды, а времени мало. Через три дня инфекция прогрессирует, если замдекса нет в наличии. К сожалению, замдекс редак и цена. По-моему, 50 баксов он стоит, если я ничего не путаю. Мы пойдем просто купим его и вылечим. Как бы вообще легко. Не зря на арене сражались. Теперь у нас денег хватит на все. А я, блин, сокрушался. Нафиг я на арену пошел. 25 баксов заработали, нам бы не хватило купить там воды себе, еды и еще замдекс ей. А теперь за все хватает. А я хочу поговорить с тобой о лагере беженцев. А меня до сих пор тошнит от того запаха. А ты хоть представляешь, насколько сильным он становится, когда со всех сторон есть трупы? Это невыносимо. А к этому не привыкнуть. А Тесса плохо себя чувствует, так что мы должны перейти сразу к делу. Давай поговорим о твоей проблеме, Тесса. А что именно произошло? Это было ужасно. Орда внезапно вышла из ночи. Они были повсюду. Так много людей было укушено до того, как мы узнали, что происходит. Укусы были глубокими. И у нас не хватало от замдекса. Они превратились в зомби так быстро. Друзья становились угрозой. И люди, с которыми я была близка, просто врезапно... А я помню, каково это. Это жестокий опыт. Никто не ожидал новой вспышки, особенно такого масштаба. А что именно случилось с твоим другом? Че там у каждого? Друг какой-то остается. Надо идти вызволять. Он должен был следить за моей спиной. Но не сдали нервы. И просто оставил меня там, когда все началось. Что бы ни случилось, для меня он мертв. Ну, слава богу, хоть не придется его идти труп находить, хоронить. И снова обыскивать, чтобы она расстроилась еще и это. А я понимаю. Это ситуация, в которой ты знаешь, кто твои друзья на самом деле. Я видел ее одну. И сбежал, чтобы помочь. Точно. Я не знала Лэнс до того момента. Но когда зомби схватили меня, он разгрузился на них и спас меня жизнь. А тем не менее, ты выглядишь не очень хорошо. Тебя укусили. Это правда. А мне нужно противоядие. И скоро. Я вспомнил историю о Джеке и о том, как они изобрели зомдекс. А оно дорогостоящее, но может остановить инфекцию, если вовремя принять. А какие у тебя таланты, Тесса? А когда я была моложе, отец брал меня с собой на охоту. А так что я знаю, как обращаться с винтовкой. Я не эксперт, но этого... Кстати, они патроны с собой не принесли, это было бы круто. Я не эксперт, но этого достаточно для защиты. Я также ношу свои собственные патроны. Ха-ха! У меня 30 винтовочных патронов и охотничьих пуль. Класс! А также кое-что знаю о выживании и охоте. А я очень хорошо разбираюсь в животных и могу заставить их подчиняться простым командам очень быстро. Это пригодится. Вот, у нас еще один, смотри, этот самый собак может выпускать. А ты видел ее собаку? Она восхитительная, но также и охотничья собака. Он будет стоять... Мой друг! У нас два пирожка уже, да? У нее уже есть собака, отлично. А лучший друг человека. В конце концов, я рада, что смогла взять его с собой. А какие у тебя таланты, Лэнс? Я был инженером до Апокалипсиса. Я кое-что знаю о конструировании оружия. А я неплохо разбираюсь в турелях. У меня есть немного технических боеприпасов. И они начинают заканчиваться, поверь мне. Это стоит того, чтобы достать еще. Определить турели? Хорошо, позволь мне объяснить, Джедерал. Может, военные полны засранцев, но они любят свое оружие. Они разработали портативный мини-пистолет на штативе, также известный как турель. Звучит очень интересно. А более того, ты увидишь, у меня еще есть мой верный дробовик, боеприпасы и дубинка. Раньше я был лучше вооружен, но не было времени собраться в атаку. Хо-хо, круто, мой друг. Мы теперь снова с патронами, с оружием, с турелями, еще с одним пирожком. Ха-ха, мы теперь всех порвем. А так ты хочешь, чтобы мы нашли лекарства твоих вкусов? А мы должны, иначе этот милый щенок останется совсем один. У нас есть 72 часа. У меня есть план. Я сдаю несколько человек в армии. Вам, наверное, интересно, а можно ли им доверять? Ответ нет. Нельзя. Но они хороши в ответных услугах. Давайте поговорим с барменом Ланой на ванпосте армии США. Однажды я позаботилась и о ее собаке. Так я могу просто купить замдек. Зачем мне? Ну ладно, как бы на халяву получим. Сходим туда. Она поможет нам, потому что ты следила за ее собакой. Звучит сомнительно. Каковы ваши варианты? У контрабандистов нет врачей. У независимых есть, но она не должна мне ничего. А замдек стоит неплохих денег. Хорошо, Тесса. Иди спать и отдохни. Ты не готова к этой поездке. Мы вернемся с помощью. Все в порядке. Я справлюсь. Нет, это не так. Я видел это сотню раз. Ты будешь слишком слабой, чтобы двигаться через несколько коротких часов. Иди. Мы ускоримся. Ах, хорошо, я поняла. А, по крайней мере, позволь мне поблагодарить тебя. Если я переживу это, мои последние 20 долларов будут твоими. Это меньшее, что я могу сделать. То есть, по сути, мы ее можем вылечить и получить полноценного члена отряда всего лишь за 30 баксов. То есть, 50 потратим на рекарства, 20 нам вернется. Вообще изи. А, не тратьте время в пустую. У тебя есть 3 дня до того, как Тесса потеряется навсегда. Ты также не можешь пренебречь лагерем для одного выжившего. Возможно, тебе придется пойти на компромисс. Никаких компромиссов. Мы все сделаем. Мы ее вылечим. Получим члена отряда полноценного. Инфекция Тессы. Не обязательно купить Зэмдексу независимого поставщика. А, можно и так, и так выполнить, да? Не обязательно поговорить с Ланой на военной заставе. Блин, надо, скорее всего, квест еще какой-то Лана там скажет нам сделать для нее. Ну, не знаю, это мы в следующей серии увидимся, мой друг. Ставь лайк, если понравилась данная серия. Ставь дизлайк, если тебе не понравилось. Подписывай, чтобы не пропустить следующую серию. Или отписывайся, тебе все это, мой друг, неинтересно. Ты волен поступать так, как считаешь нужным. И до встречи в следующей серии. Пойдем большим отрядом на прогулку. Далеко и надолго. Пока.